прежде всего я хочу высказать слова глубокого соболезнования родным и близким тех тех людей которые погибли сегодня в полтаве вот одно из самых страшных преступлений которые совершил путинский режим виталий у вас есть какие-то комментарии по этому поводу потому что честно говоря присоединиться к вашим соболезнованиями сказать что вот мы как каждый раз когда происходит такое страшное преступление мы ужасаемся потому что условиях этой постоянной долгой войны забываем предыдущих преступлений и тут надо же говорить не об этом а безнаказанности если мы до сих пор осуждаем вопрос применения западного оружия на территории российской федерации то мы таким образом оставляем российской армии безнаказанным мы даем ей возможность как вы понимаете бить по украинским городам убивать украинских граждан восстанавливать свой потенциал на безопасной территории и таким образом естественно у нас не остается никаких возможностей для того чтобы принудить россию к миру как говорить и пока запад не поймет что уничтожение российского военного потенциала на территории самой россии это как раз единственный верный путь для того чтобы заставить москву отказаться от войны от бомбардировок городов и прочее все это будет продолжаться и не уменьшаться в масштабах но нет у вас ощущения что в целом вот то состояние системы системы мировой безопасности которая подвергается атакам сейчас разных сторон это сказывается я сейчас говорю о таких казалось бы плохо связанных между собой вещах как но вот не до недавние недавние ну вернее сейчас вот настоящий момент совершенно безнаказанное посещение путина монголии страны которые демократической безусловно страны которая которая подписала римский статут но тем не менее объясняет очень просто тем то что они не так сказать не выполняют свои международные обязательства а у нас энергозависимость вы знаете у нас вот деньги у нас вот газ и вы знаете вот казалось бы должна быть ответственность какая-то президента монголии в монголии как страны за то что она соучастником преступления фактически является и такое ощущение что ничего и вот если сойдет срок это монголии мне кажется это дальнейшее еще одно еще один шаг в разрушение международной безопасности турция собралась в брикс понятно формально имеет полное право потому что это не военный союз но тем не менее это присоединение это страна нато который присоединяется к так сказать к лагерю союзников кремля и противников и противников запада хотя это она остается членом североатлантического альянса то же самое происходит сейчас на востоке германии поднимают по практически в одном в одном в одной из земель по сути дела приходят к власти неофашисты союзники путина на деньги путина фактически в другой они получают очень большой процент голосов ну и далее вот у вас нет ощущения что это какая-то какая-то система система вызовов западному миру и системе международной безопасности которые в том числе проявляется вот вот в том что сейчас происходит в украине мне кажется что вызовы западному миру начали со времен мюнхенской речи путь может быть на западе этого не заметили на это все было там заявлен и путь он совершенно уверенно занимается демонтажем мировой системы безопасности с тех самых вот 2008 год признание независимости абхазии и южной осетии 2014 год аннексия крыма 2022 год аннексия донецкой луганской херсонской запорожской областей 2024 год демонстрация я бы сказал неспособности международного уголовного суда выполнять свои функции через страны которые подписали римский статус но с другой стороны в этом же тоже нет ничего нового мы прекрасно с вами понимаем что международное право существует только тогда когда все участники согласны с его нормами никаких возможностей воздействия на страны нарушителя международного права не существует добровольно все говорят монголия может там чем-то поплатиться чем поплатиться в международный уголовный суд страны зазывают не хотят эти страны подписывать этот статут римский украиного только сейчас ратифицировал этот римский статут с большим скандалом с большим неудовольствием в обществе по поводу того что это вообще произошло ну скажут монголии вы знаете отзовите свою подпись не будет вашего судить ну не будет таки не будет это не монгольские проблемы это проблема международного уголовного труда. Когда его создавали, должны были подумать о том, какие могут быть реальные механизмы на невыполнение странами своих обязательств. Но не подумали. Считали, что и так все заинтересованы в том, чтобы международное право торжествовало. Так ведь, когда организацию объединенных наций создавали, тоже думали, что все заинтересованы. Оказалось, что не все. И оказалось, что когда страна, постоянный член Совета безопасности ООН нарушает международное право, никаких реальных механизмов реагирования нет на ее деятельность. Когда ядерная держава не придерживается норм международного права, та держава, которая должна как раз его поддерживать, нет никаких возможностей на нее повлиять. Вот вам и вся замечательная история. Путин, он же в общем-то искал страну, в которую он должен был бы поехать после того, как ГАГА выписала ордер на его арест с первого дня после этого ордера. Меня как-то даже удивляло, что многие говорят, вот Путин перепуган, унижен, он сейчас узнал об этом ордере и скоро его арестуют, скоро наступит возмездие. Это все наоборот. Он был, как и свойственно его натуре, воодушевлен, что он сможет еще раз доказать импотентность международного правосудия и права. Потому что в Москве давно уже бесились, в связи с тем, что Слободан Милошевич был выдан Международному суду по преступлению в бывшей Югославии, умер в тюремной камере. Бесились не только о поводу Милошевича, но и по поводу таких российских агентов, как Радован Караджич и Радко Младич, которым Федеральная служба безопасности Российской Федерации предоставляла гарантии безопасности, письменные, практически создавая возможности для их дальнейших преступлений. И я имел возможность ознакомиться с этим документом в свое время, видел его своими глазами, поэтому знаю, о чем говорю. И поэтому они считали, что этот Международный уголовный суд, он мешает вот этой системе гарантий, которую они создают для разных преступников. И тут такая возможность. Вы же помните, что Путин буквально сразу же стал названивать Сирилу Ромофосе, президенту Южноафриканской Республики, склоняя его к приглашению на саммит БРИКС, вот тот самый БРИКС, о котором вы напомнили, когда речь шла о Турции. Сирил Ромофосе не то, чтобы отказался от приглашения, он просто смог объяснить Путину, что он не контролирует юридическую систему в своей стране. Вот он не диктатор, к сожалению. И юридическая система, она так или иначе ему не подвластна. Понятно, что к Лули до Сильвы или к Нарендро Моди Путин уже и не обращался, потому что ясно, что в Бразилии или Виндии президент или министр с судом справиться не может. Может всегда найтись какой-то суд, в большей степени в Бразилии, может быть в меньшей степени в Индии, хотя как сказать, который пойдет наперекор воле правительства, тем более это федеральные государства, где во главе правительств штатов могут находиться совершенно другие люди, которые вообще хотели бы создать проблемы для центральной власти. И поэтому эти штаты защитят свои суды, если они примут соответствующие решения. Поэтому Путин ни в Бразилию, ни в Индию уже и не ехал. И тут вдруг нашлась Монголия. Нашлась Монголия, которая вечно балансирует между Китаем и Россией. И в которой сейчас у власти Монгольская Народная Партия, вы помните, Игорь, что это правоприемница Монгольской Народной Партии, партии Харлагина Чайбалсана, Юмжагина Цинденбала, Жамбына Батмунха, людей, которые в общем были такими, я бы сказал, послушными исполнителями воли Москвы. И люди, которые сейчас составляют ядро этой партии, они хорошо об этом помнят. И можно предположить, что несмотря на то, что вы называете Монголию демократической страной, это безусловно демократическая страна, потому что в ней есть политическая конкуренция. И в ней у власти за последние три десятилетия находились представители демократической партии, у которых другие взгляды, чем представители МНП. И то, что когда Путин приехал в Монголии развернули украинский флаг, это тоже о многом говорит. Но, вероятно, судебная система Монголии, которая осталась в наследство нынешнего руководства страны от времен социализма, скажем так, более управляема, чем судебная система ЮАР в Бразилии и Индии. Кроме того, вот вы говорите об энергетической безопасности, Монголия от визит может быть важен еще и не по этому поводу, а потому что речь идет действительно о юбилее битвы при Халкинголе. Когда была битва при Халкинголе, то, как вы знаете, Монголия с точки зрения международного права всеми считалась неотъемлемой частью территории Китайской Республики. Единственная страна, которая признавала независимость Монголии, это был Советский Союз плюс Тувинская Народная Республика. И Монголия, в общем, была очень условным государством. Я уже не говорю о том, что с той стороны, где была битва на Халкинголе, со стороны Манчгоуго действовали японские войска, и Манчжоуго тоже была очень условным государством. Это была тоже неотъемлемая часть территории Китая. В большом счете, если охарактеризовать эту битву реально, то это была война на территории двух образований, созданных оккупантами на международно признанной территории Китая. Но Монголии абсолютно такая трактовка истории не нравится, потому что она создает некое противочивое представление о ее суверенитете. Даже сегодня, когда этот суверенитет не ставится под сомнениями никем, в том числе и Китаем не ставится под сомнениями. И поэтому присутствие президента России на юбилее этой битвы, это напоминание о том, что суверенитет в Монголии существует не 20 и не 30 лет, а почти 100 лет. Пусть даже этот суверенитет обеспечивался, по сути, одной-единственной страной к Советским Союзам. Поэтому, возможно, именно с логики своих политических взаимоотношений с Китаем, Монгольской Народной Республики, важно, чтобы президент России присутствовал на этом честовании, и в этом смысле можно забыть о ордере Международного Уголовного Суда. Это может быть такое политическое соображение. Поэтому за эти мотивы президента Хорин Суха могут разделяться практически всей политической и юридической элитой страны, потому что они думают о Китае, о том Китае, в котором Монгол живет больше, чем в Монголии. Вы же знаете, что в артономном районе внутренней Монголии монгольское население значительно превышает население так называемой внешней Монголии, то есть нынешней Монгольской республики. То есть вы убеждены, что не будет никаких санкций по отношению к Монголии и лично по отношению к президенту Монголии. Мне очень трудно понять, каков будет характер этих санкций и кто их будет останавливать. Если будет останавливать Соединенный Штат, который сами не ратифицировали римский статут, но это может произойти, но это будет выглядеть странно. Это странно, да. Да. Если их будет устанавливать европейские страны, но они могут ввести некие персональные санкции против президента Монголии. Но с другой стороны, президент Монголии ведь не обязан арестовывать Путина. Это должен сделать монгольский суд. Президент Монголии не может заменить собой суд. Он пригласил президента Российской Федерации прибыть в Монголии. Далее дело за судом, а не за ним. Он не может взять наручники и арестовать Путина. Есть разделение властей в демократической стране. Если суд этого не сделал, то тогда санкции должны быть против судей. Кто-то должен обратиться в соответствующую инцидентную инстанцию в Монголии, в Улан-Баторе, вот завтра. С требованием арестовать Путина. Если суд откажется это сделать, то санкции должны быть введены против судей, которые не приняли это решение и не исполнили международное обязательство Монголии. Но очень трудно понять, каким образом вообще вводить санкции можно против политического руководства страны. Потому что да, они подписали договор, но все остальное должна делать судебная власть. Это казуистика, конечно, мы это прекрасно понимаем. Но я вам просто говорю о формальности. Единственное, что не должен был бы делать президент Монголии, он не должен был бы приглашать Путина. Тут кровно об этом. Это важный момент. Вот я ведь читал у Александра Подробинника, кстати, что вот что хотят от Монголии, вот они и приедут Путину, но они его арестовали, а как они его вывезут? Через Китай или через Россию? Меня очень удивило, это вы сказали, потому что суть же не в том, как они его вывезут, а суть в том, что они его не должны были ввозить. Конечно. С точки зрения своих обязательств они не должны приглашать на территорию своей страны человека, ордер на арест которого выдан международным уголовным судом. Но это же можно продолжить. Не должны были пригласить, а если пригласили, то должны были арестовать. Но фокус в том, что приглашают одни, арестовывают другие. Те, кто не приглашал. Вот это такая история. Виталий, есть и другая логика. А кто подписал римский статут? Вряд ли судья. Конечно, его должен был артифицировать парламент, а подписать должен был президент страны или премьер-министр. Конечно. Ну так если логика предельно простая. Президент, неважно как его звали, президент, есть преемственность и ответственность тоже. Мы же все-таки говорим не о Советском Союзе, который не признавал обязательства царского правительства. А президент подписал и президент пригласил человека, который находится под судом. Поэтому ответственность, конечно же, президента. Не за то, что он не арестовал, а за то, что пригласил. Прямая ответственность. Поэтому логика ответственности я здесь усматриваю. Вопрос о том, какие санкции. Ну, не знаю. Вполне возможно, персональные санкции против президента, который пригласил человека, который является международным преступлением. Да, я вполне это допускаю. Но опять-таки, что важнее для президента Монголии? Опять-таки, пригласить Путина или получить персональные санкции. Понятно, что по большому счету речь будет идти именно о санкциях западных правительств. Понимаете? Так что никакой возможности у самого уголовного суда что-либо сделать нет. У Международного уголовного суда даже нет возможности вывести из своего состава нынешнего судью Международного уголовного суда от Монголии Дамдина. Который в конце прошлого года стал судью Международного уголовного суда от Монголии. То есть, по большому счету, может быть просто порицание для Монголии со стороны Ассамблеи Международного уголовного суда. И я хотел бы напомнить, что такое порицание было уже вынесено для Южноафриканской республики. Вот это максимум, что может сделать Международный уголовный суд. Теперь большой вопрос, как поступят вообще другие страны, которые подписали римский статут. Вот они могут реально, формально наложить санкции на руководство Монголии. Вероятно, вот это могло бы быть ответом. Потому что Монголия на время визита Путина превращается в страну, которая укрывает международного преступника. Укрывает. Вот в чем дело. И это действительно серьезное преступление. И за это преступление руководители Монголии должны нести ответственность не перед Международным уголовным судом в Гаге, а перед теми странами, которые уважают международное право. Вот так это должно выглядеть, по-моему. Ну, посмотрим. Это, на самом деле, на мой взгляд, это действительно серьезная пощечина всем тем, кто уважает международное право. И важно, будут ли по-христиански подставлять другую щелку. Мне кажется, сейчас это некоторый тест на готовность защитить международное право. Еще одна, на мой взгляд, пощечина нанесена НАТО с заявлением на заявку и Турции на вступление в БРИКС. Опять-таки, я все понимаю про то, что БРИКС не политический и тем более не военный союз, но тем не менее мы понимаем, что вектор этой организации явно направлен против евроатлантической цивилизации. И возникает вопрос, насколько вообще, насколько с вашей точки зрения может быть реакция Запада? Ну, я, честно говоря, не очень представляю себе, как Запад в данном случае будет реагировать. Потому что мы с вами видим постоянно, как президент Эрдоган, он нарушает те неписанные правила солидарности, которые существуют у западных стран. Я хочу напомнить вам историю со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, когда Турция сознательно делала все возможное, чтобы затормозить их прием в НАТО по своим политическим соображениям. Исключительно по своим. Но, тем не менее, это все была очень неприятная история. В общем-то, ни к чему это не привело, как вы знаете, для Турции. Наоборот, в Соединенных Штатах пошли еще на уступки Турция Турции с точки зрения ее участия в вопросе о получении оружия западного. Вы помните все это хорошо. О получении самолета в американских. С ней старались найти компромисс. Потому что Турция важнейший, так сказать, союзник для НАТО, учитывая ее геополитическое положение. То, что Эрдоган подал заявку в БРИКС, это совершенно очевидная вещь, связанная с его стремлением балансировать между Востоком и Западом, если угодно. Или, если точнее быть, между глобальным югами Запада. Вот БРИКС – это такой теперь клуб глобального юга. Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская республика. Если убрать Россию, настоящие лидеры глобального юга. Вот Турция хочет с ними иметь дело. С Россией она и так имеет дело. Отношения между Москвой и Анкарой, как вы знаете, никуда не делись. И тоже спокойно воспринимаются на Западе. Поэтому не думаю, что будет какое-то особое реагирование на эти турецкие действия. Западу важно, чтобы Турция никуда не ушла. А уж куда она приходит, это уже второй вопрос. Ну, тем не менее, Турция тоже заинтересована в том, чтобы оставаться членом НАТО, поскольку это, в общем, одна из основ ее военной мощи. Да, я согласен. И это возможность иметь доступ к современному вооружению, это расчет на союзников. Все это существует, да? Я не спорю. Ну, посмотрим, хотя бы, так сказать, какие-то заявления. Как вы предвидите какие-то заявления со стороны руководства НАТО, со стороны ведущих членов НАТО, политиков, которые, так сказать, олицетворяют НАТО в Соединенные Штаты Америки, в Великобритании? Неужели ничего не скажут? Я просто не очень понимаю, что они скажут. Они же никогда не упрекали ни ЮАР, ни Индию в том, что те члены БРИКС. Нет, ну ЮАР и Индия не являются военными союзниками этих стран. Да, но БРИКС не военный союз, действительно, это какой-то клуб с расплывчатыми обязательствами. Я вполне допускаю, что на официальном уровне будет задан вопрос о том, почему вообще Турция хочет стать членом этой организации. Но насколько это серьезно, я не могу сказать, для Запада, чтобы он публично выяснял отношения с Эрдоганом по этому поводу. У меня есть большие сомнения. Успех альтернативы для Германии в двух землях, в Саксонии и Тюрингии. Насколько, как вы считаете, способен, насколько эта тенденция, которая в дальнейшем при ее развитии способна изменить внутреннюю ситуацию ФРК и повлиять на ее внешнюю политику, которая нас больше всего интересует? Если вы помните, я постоянно говорю о том, что война, которую ведет Россия против Украины, она меняет политический ландшафт Европы. И чем дольше будет проходить эта война, тем больше будет усиливаться позиция экстремистских сил, как право-радикальных, так и лево-радикальных. В этом есть своя логика, потому что во время войны люди не ощущают себя в безопасности. И они инстинктивно тянутся к тем силам, которые обещают им обеспечить безопасность путем договоренности. Вот Украина уже разрушена, мы не хотим, чтобы была разрушена Германия, мы не хотим тратить деньги налогоплательщиков на постоянную военную помощь Украине, которая разрушается и все равно ничего не меняется. Вот это может быть такой очень важный момент, про который необходимо упоминать, когда мы говорим о том, что война продлится еще 2-3 года, 4 года, Европа она не затронет. Да, с точки зрения военных действий может не затронуться, а вот с точки зрения изменения политического ландшафта уже затрагивают. И последние выборы в европейский парламент, они это показали. Вот вы говорите об успехе альтернативы для Германии. Альтернатива для Германии и ранее в этих землях имела достаточно неплохой результат. Тюрингию вообще всегда называли крепостью для альтернативы. Саксония, я бы сказал наоборот, тут успех в том, что ХДС опередила альтернативы для Германии, она могла выиграть в двух землях. Но она не придет к власти ни там, ни там, потому что ни одна из других политических партий не будет с ней заключать коалиционное соглашение. Власть будет в других силах. Тут на другое надо посмотреть. Альтернатива для Германии и недавно созданная партия Альянс Сары Багехнех, ультралевая партия формально, с ультраправой миграционной политикой. Обе эти партии выступают против продолжения помощи Украине. Пакт. Проголосовала за них в обеих землях половина избирателей вместе. Пакт. На наше счастье, что они между собой договориться не могут, но у них платформа общая. И между прочим, когда президент Украины последний раз выступал в Бундестаге, депутаты от обеих этих партий из зала заседания вышли в знак протеста против присутствия там Зеленской. Это тоже абсолютно очевидная вещь. Их отношение к происходящему, их почти нескрываемые симпатии к Путину. И вот уже Сары Багехнех. Я считаю, что это, кстати, больше опасно, чем альтернатива для Германии, потому что альтернатива-то на обочине. С ней никто не хочет иметь дело, даже когда она получает такое большое количество голосов. А Сары Багехнех все же готовы сотрудничать. Даже христианский демократический союз, который всегда говорил, что не может формировать союз с левыми, с партией левая, из которой вышла Сара Багехнех, он с Сарой Багехнех готов формировать правительство. А Сара Багехнех что говорит? Я буду договариваться только с теми, кто согласится с тем, что Украине не нужно оказывать помощь. Более того, ей удалось превратить вопрос помощи Украине в важную составляющую земельной избирательной кампании. И в Тюринге, и в Саксонии. И я думаю, точно так же будет в Брандебурге вскоре. И это очень странная вещь по той причине, что никогда такие внешнеполитические темы ранее не становились проблемой для лантагов. И вот сейчас говорят, что у премьер-министра Саксонии Михаэля Крэчмера, представителя христианского демократического союза в Саксонии, и одного из самых видных его политиков, этой партии, у него неплохие возможности сформировать правительство вместе с Сарой Багехнех, потому что он последовательно выступал против помощи Украине. В то время, как практически все лидеры его партии, начиная от ее главы Фредерика, Фредерика Мерца, выступают за усиление этой помощи. А вот его позиция расходится с позиции федерального руководства партии и с позиции большей части его коллег в других землях Германии. И ничего, оказывается, что это как раз спасительный момент, чтобы договариваться. Но представьте себе, что эта история перейдет когда-нибудь на федеральный уровень. В 2025 году в Германии уже выбор. Тот результат, который показали социал-демократы, зеленые и свободные демократы на выборах в Саксонии и Тюринге, вне зависимости от результата альтернативы для Германии, это позорный результат. Немецкие медиа говорят о наказании светофора, о наказании этой коалиции. Ясно, что они утрачивают свои позиции. Более того, произошло историческое событие не только с той точки зрения, что впервые в одной из земель федеративной республики Германии с 1933 года победили ультраправые. Историческое событие еще связано с теми голосами, которые получили немецкие социал-демократы. Со времен образования федеративной республики говорили о двух так называемых народных партиях, правой и левой, в Христианском демократическом союзе и социал-демократической партии, за которой, как правило, голосовало большинство населения страны, а уже эти партии формировались в себе правительство. Теперь ничего подобного не происходит. Социал-демократы перестали быть народной партией, по крайней мере, на большой части территории страны. А альтернативой для Германии становится народной партией на большой части территории страны. В ГДР она становится. И это плохой сигнал. Но, опять-таки, для меня в этом сигнале нет ничего нового. Я считал всегда, что через три поколения после Второй мировой войны все начнет возвращаться на круги своя. И когда ультраправая идеология для молодежи перестанет быть табуированной, то многие люди начнут голосовать за те партии, которые совершенно не случайно вызывали симпатии после Первой мировой войны. В другой обложке, конечно, с другими лидерами, без людоедской риторики, но с очень похожими подходами к политике. И вот тут я опять хочу вернуться к Украине. И опять-таки сказать о своей формуле. Если Украина проиграет войну России, и Россия установит свой контроль над большей частью украинской территории, и сможет пугать с этой территории Запад своими ракетами, то Европа будет перепугано настолько, что Европа 30-х годов 21 века будет похожа на Европу 30-х годов 20 века. Мы вернемся обязательно, мы это увидим. На наших глазах это произойдет на 100 лет назад. Поэтому еще раз говорю, от успешности Украины в этой войне зависит политический ландшафт Европы. Вот вспомните, Игорь, 2022 год, декабрь, январь. Какой вообще был рейтинг альтернативы для Германии? Об этой партии никто уже и не вспоминал. Я писал текст о практическом ее исчезновении из политической жизни ПРГ. Почему? Потому что миграционные проблемы были фактически убраны на второй план. Потому что экономическая ситуация улучшалась. Потому что было ясно, что смена власти в Германии не приводит к каким-либо резким поворотам политическим. Что даже смена канцлера, когда канцлером впервые за долгие годы стал социал-демократ, не приводит к каким-либо серьезным, ощутимым переменам, которые должны привести к общественной конфронтации. И тут, и тут. Оказалось, что война все изменила. Что именно эта война содействовала росту рейтинга ультраправых политических сетей. Вот что важно. И поэтому, чем больше эта война будет идти, тем большим будет этот рейтинг. А если России удастся одержать верх, то во многих странах Европы избиратель в демократических странах будет голосовать за партии, которая будет обещать ему договориться с Владимиром Путиным. Это будет запрос. Мы этот запрос пережили в 2019 году. И, кстати, чтобы быть абсолютно уж точным, в 2014-м тоже украинские избиратели постоянно искал кого-то, кто сможет договориться с Путиным и прекратить войну, потому что ему было страшно. Ну, то, что украинцы за пять лет не поняли, что с Путиным нельзя договориться, и второй раз наступили на эти же грабли, уж когда можно было понять, то никаких договоренностей не будет. Это уже на совести украинского общества. Но, опять-таки, общество, которое живет в состоянии кризиса, очень часто делает суицидальные шаги, суицидальные выборы. Мы это все понимаем. Однако, у европейских хочется, может быть, тоже самый инстинкт. Вот Россия на пороге. Вот Царова Гекнех говорит, я договорюсь с Путиным. Я закончила конфликт с Россией в своей голове. Надо просто перестать стрелять. Ведь Царова Гекнех говорит все то же самое, что говорил Владимир Зеленский в 2019 году. Просто Владимир Зеленский уже через все это прошел, он и убедился на собственном опыте, то это все были ложные тезисы. А Царева Гекнех легко говорить, у нее в стране войны нет, бомбежек нет, то никого не убивают массово, как в Украине, в Полтаве сегодня произошло, понимаете. Она может, скажем так, кормить своих соотечественников иллюзиями, через которые украинцы прошли за последние годы, через кровь, через бомбежки, через удары беспилотников, через гибель близких на фронте. Это другая ситуация. Украинское общество могло не все, но какая-то его часть повзрослеть. А немецкое общество, та его часть, которая голосует за Сару или за альтернативу, ему взрослеть не обязательно. Оно может себе позволить жить иллюзия. Виталя, вы не сгущаете краски, экстраполируя то, что произошло на территории бывшей ГДР, на всю Германию? Все-таки бывшая ГДР – это особая часть Германии, это та часть Германии, которая была инфильтрована очень сильно. И, в общем-то, вот это сращивание двух Германий, ФРГ и ГДР, ну, вернее, вхождение ГДР и ФРГ, оно произошло болезненно. И вот этот разлом, он до сих пор не превратил эту страну в некое единое целое. Я, вне всякого сомнения, сгущаю краски. Но я хотел бы вам напомнить, что французский избиратель голосует за национальное объединение Марины Ле Пен, в стране, которая никогда не находилась под советской оккупацией. Итальянский избиратель голосует за лигу Матео Сальвини, в стране, которая никогда не находилась под советской оккупацией. Более того, в стране – та часть, которая вот партия Лига – это бывшая Лига Севера, это наиболее промышленно развитые регионы Италии. Это не бедняки Калабрии и Неаполь. Это реально богатые, зажиточные регионы, которые голосуют за Лигу с ее пророссийской программой. Австрия, при всей специфичности, ее отношения с Москвой уже очень давно не под советской оккупацией. И тем не менее, в Австрии может победить, сейчас стать федеральным кальцием. Вот вы говорили, что альтернатива для Германии, придя, может прийти к власти в Тюринге. Не может об Австрии, австрийская партия свободы, прийти к власти. Может. Канцлер ультраправый, который сейчас ходит с Виктором Орбаном в одну группу в Европарламенте, может появиться. Это куда более серьезная угроза. И это никакая не ГДР, извините. В Австрии ни одного дня не было ГДР. Там была демократия с первого дня. Так что, когда я думаю об ультраправых, я думаю не только об ГДР. ГДР – это особая история. Потом, опять-таки, еще раз напоминаю. Альянс Сары Вегахнек пользуется популярностью не только в ГДР. Вот альтернатива – да. Но Сара, она популярна и на Западе страны. Есть, Виталий, есть нечто общее у Австрии и у бывшей ГДР. И там, и там практически не было деноцификации. Ее практически не было. Поэтому здесь общие. Это были части, так сказать, вот этой вот гитлеровской коалиции, которая на самом деле не прошла деноцификацию, такую, как прошла территория ГДР. Безусловно, да. И поэтому здесь общее есть, и есть вот эта вот линия, которая идет от фашистских, от людей, живые люди, которые, так сказать, оставались и которые не понесли наказания и в Австрии, и в бывшей ГДР. Потому что мы знаем хорошо, здесь уж мы точно знаем историю, она частично на наших глазах формировалась, когда бывшие нацистские преступники оказывались фактически во власти и в Австрии, и в ГДР. Ну, не у власти, но, по крайней мере, находились, так сказать, в обоими. Так что здесь общее есть. Отсутствие деноцификации – это серьезная проблема. И она, мне кажется, дает вот эту вот неуничтоженность той гривницы фашистской, которая сохранилась до сих пор. Мне кажется, она дает свои ростки. Виталий, я понимаю, что может быть некоторое искусственное объединение в одну группу проблем, вызовов для демократии, вызовов для международной безопасности. Но мне кажется, что вот та проблема, которая проявилась сейчас, так сказать, в связи с, смотрите, Дуров, Телеграм, Франция, социальная сеть ИКС, значит, соответственно, Илон Маск, Бразилия, где его, так сказать, уже Верховный суд Бразилии поддержал блокировку. Противостояние между ТикТоком и Соединенными Штатами Америки. Ну и, соответственно, естественно, тут уже можно говорить о противостоянии между, значит, видеохостингом YouTube и властью Российской Федерации. Разные, конечно, вещи, принципиально разные. В одном случае, так сказать, то есть окраска этих проблем разная, но объединяю их одно. Это глобальное противостояние цифровых платформ и суверенитетов. Вот как вы видите вообще в целом урегулирование этой проблемы, потому что она прорывается везде, она везде все время прорывается. То есть это глобальное противоречие между новой, принципиально новой системой коммуникации, которая возникла, ну, я не знаю, это начиная с возникновения письменности, возникновения письменности, возникновения печатного дела, возникновения телевидения, радио, возникновения интернета. И вот сейчас шестая, по-моему, такая вот революция в коммуникациях. И ответ она, и каждый раз, в общем, был ответ, был серьезный ответ на этот вызов. Вот, как мне кажется, на вызов создания вот таких вот глобальных цифровых платформ, которые по своему потенциалу превосходят все предыдущие коммуникационные возможности, и вот они действительно угрожают суверенитету страны. Ну, я думаю, что дело не в этом. Дело в том, что ничего нового в мире, как говорится, не происходит. Еще со времен Древней Греции всегда был вопрос о том, насколько информация распространяемая для населения соответствует действительности. Еще со времен Древнего мира и Древнего Рима, простите, императоры использовали анонимную информацию для того, чтобы компрометировать своих оппонентов, распространяя слухи и так далее, которые никогда никем не подтверждались. Вся римская история этим пропитана. Поэтому на самом деле нет вопроса в том, Телеграм это или не Телеграм. Есть вопрос в регулировании неверифицированной информации и пропаганды. Я вообще не вижу в Телеграме ничего особо нового с точки зрения подходов. Социальная сеть ВКонтакте, созданная братьями Дуровым, тоже грешила тем, что там были анонимные профили, что они легко проходили верификацию ВКонтакте. Анонимные профили. И с этих анонимных профилей распространялась самая разная ложная информация, информация компрометирующего характера. То есть они использовались в интересах спецслужб, если быть точным. И потом в этом модифицированном виде, после, кстати, запрета, одноклассники ВКонтакте в Украине. Появился Телеграм. Вот всегда был вопрос, а как Россия сможет ответить на то, что украинцы практически отказались от ее социальных сетей, которые использовались для манипулирования. И перешли там в Фейсбуке, в Твиттер. А вот так, Телеграмом. Телеграм – это сегодня социальная сеть, из которой получает информацию большая часть украинцев. Но это сеть, которая одновременно существует, каналы реальных людей и реальных медиа, которые отвечают так или иначе за свои слова и за свою информацию. Анонимные каналы, украинские. Многие их связывают, например, с офисом президента Зеленского. Говорят, что офис заинтересован в существовании тех или иных каналов. И действительно, на встречах с журналистами были некие представители этих каналов. Хотя, когда журналисты там называют владельцев того или иного анонимного канала, эти владельцы говорят, что они не имеют к этому канала никакого отношения. Они его давно уже продали. А в соответствии с действительностью нет – это уже другой вопрос. И есть еще одни анонимные каналы, которые созданы российскими спецслужбами, но делают вид, что они украинские. И вот представьте себе украинского гражданина, который и без того живет в информационном, я бы сказал, шоке последние два с половиной года. И вот он входит в Телеграм. Что он там видит? Он даже не очень понимает, не то, что где правда, а где ложь, а где свой канал, а где чужой. И вот человек на основании анонимной, неверифицированной информации пытается делать какие-то выводы, от которых зависит его жизнь и смерть. В буквальном смысле слова, не в переносном. Реально. Потому что он может какой-то информации поверить и сделать какой-то шаг, который приведет его в могилу. Не в переносном смысле слова, в настоящую могилу. Понимаете? Вот, когда мы в 2022 году говорили о том, что будет происходить, и многие эксперты и политики говорили, что ничего не будет, а я говорил о возможности большой войны с ракетными ударами в эфире, в телевизионном. И потом люди ко мне подходили и говорили, большое вам спасибо, вот мы вам поверили, мы увидели, что вы своим авторитетом рискуете, чтобы это все говорить. И мы вовремя передислоцировали предприятия, арендовали или купили жилье в каких-то районах, которые были удалены от театра возможного боевых действий. Это люди на востоке страны жили, там вот, где все было захвачено или уничтожено впервые. И я вот на этих людей смотрел и думал, ну вот да, вот это люди, которые согласились своим мнением, и они живы, они смогли сохранить свою жизнь, они смогли сохранить рабочие места для своих работников, много что смогли. А вот были люди, которые точно такие же, и которые верили в ложь, их может вообще нет среди нас больше, просто нет физически. Но, тем не менее, это же все было не анонимно, понимаете, кто-то, так сказать, кто-то верил условному Портыкову, а кто-то условному Арестовичу, который к тому же имел ранг советника Офиса Президента Украины. И тогда этот человек, который верил Арестовичу, он может задать вопросы власти, почему вы вот говорили то или иное, прогноз давали, а оказалось, что это все совершенно не так. А если это анонимная история, то насколько она может вообще существовать, как она может быть использована? Я вообще считаю, что в принципе анонимной информации быть не может. Социальные сети это те же самые медиапространства. Человек должен отвечать за то, что он говорит. Если мы с вами сейчас о каком-либо человеке скажем клеветническую лживую информацию, мы можем стать субъектами судебного преследования. Правда, демократическое место? Конечно. И мы поэтому сто раз думаем еще и потому, что мы журналисты нас. Мы всегда знали, что такое источники информации, как важно сообщать то, что ты можешь доказать. Каждый из нас имеет этот инстинкт. Когда мы руководим медиа и наши коллеги-расследователи приходят к нам с сенсационной информацией, которую им удалось добыть, даже доказательной информацией. Мы первое, что делаем, это приглашаем юристов, чтобы поговорить о том, как это опубликовать, в каком виде, когда, с какими комментариями, чтобы не стать фигурантами разрушительного иска судебного. Потому что мы думаем о безопасности медиа, которых мы работаем, мы думаем о своем имени, о своей репутации, о безопасности людей, которые с нами работают. Да, а если ты аноним, ты просто что-то выкладываешь, какую-то ерунду полную, это может быть не просто полная ерунда, это может быть просто темники с Лубянкой или с Ясеней. Поэтому тут общий подход должен быть. И к телеграмму, и к бывшему Твиттеру, к кому угодно. Лица, которые сообщают какую-либо информацию, они должны быть совершенно очевидным образом верифицированными. Это должны быть живые люди, которые отвечают за то, что они говорят. Вот мы недавно говорили с Евгением Кислевым, он говорит, а как же в таких странах, как Россия и Иран? Ну, таких странах, как Россия и Иран, все, опять-таки, понятно, почему существуют анонимные телеграм-каналы, но там же и живые обычных людей за посты в социальных сетях на 25 лет сажают. Когда кто-то сообщает информацию из страны, в которой нет правосудия, это одна история, опять-таки. А да, кто-то в демократической стране скрывает лицо, это другая история. Это разные вещи. Потому что Россия или Иран, они не регулируют анонимную информацию, они как раз регулируют неанонимную информацию. А мы говорим о регулировании анонимной информации в демократическом мире. Вот что очень важно. Вот если у нас есть какой-то мир, в котором есть свобода слова, это должна быть свобода ответственности. Дело в том, что один в законодательстве, которое защищает свободу слова, есть несколько краеугольных камней. И они не в общей декларации о том, что свобода слова и так далее. Они в деталях. Эти детали, поскольку мне приходилось в том числе и в парламенте постоянно защищать эти детали, то я их уже чувствую на кончиках пальцев. И один из этих краеугольных камней свободы слова заключается в том, что журналист имеет право поставить свою подпись под публикацией, подписаться своим именем реальным, подписаться псевдонимом или опубликовать материал без подписи, то есть анонимно. И это действительно является таким краеугольным камнем свободы слова. Мне приходилось на протяжении и в бытность депутатом Государственной Думы, и в бытность громко сказано неприлично о себе говорить общественный деятель, но тем не менее, когда был генеральным секретарем союза журналистов России, мне тоже приходилось отстаивать целый ряд положений закона о СМИ, которые я считал краеугольными камнями. И вот это положение из их числа. Есть масса причин, по которым человек публикует свою информацию под своим именем, я это всегда делаю, у меня никогда не было никакого псевдонима, но есть люди, которые публикуют под псевдонимом, а есть люди, которые публикуют анонимно. И в том числе в демократических странах должно быть право у человека публиковаться под псевдонимами и публиковаться анонимно. Другой вопрос, что в случае распространения лживой информации, информации, которая вредит обществу, перечень этой информации известен, возможно, судебная процедура, в ходе которой должен быть раскрыт псевдоним, ну известно, как это происходит. Это то, что по приговору суда, если речь идет о СМИ, то должны выдать источник. И в данном случае раскрытие псевдонима или раскрытие анонимности должно происходить по закону по решению суда, а не ликвидация анонимности как таковой. Вот здесь, мне кажется, должно быть уточнение. Смотрите, вы говорите о новых информационных технологиях, а мыслите в категориях далекого прошлого, которые не имеют никакого отношения к реальности. Когда вы говорите о публикации человека под псевдонимом или анонимно в медиа, ответственность за эту публикацию несет медиа. вы как редактор берете эту публикацию, проверяете ее достоверность, вы никогда не опубликуете недостоверную информацию, потому что она должна базироваться на источниках фактов. И это не вопрос подписи под текстом. Вы как главный редактор New York Times или Washington Post или чего угодно, хотя я не помню особо в этих изданиях анонимных публикаций, мне кажется, что это такая советская традиция, постсоветская, сокрытие имен. А в демократическом обществе, где есть суд справедливый, никому не нужно абсолютно прятаться, но это другая история. Но вы точно знаете, что вы отвечаете своей маркой собственной. А Телеграм это не New York Times и не Washington Post. New York Times это тот Телеграм-канал, который анонимен. В этом канале может быть предоставлена информация анонимного характера внутри него, но сам владелец канала это марка и это реальный человек. То есть даже как главный редактор издания New York Times он реальный человек. То есть может быть Телеграм-канал, это чтобы вам было понятно. Игоря Яковенко и свобода слова в этом канале может обеспечиваться тем, что вы, как Игорь Яковенко, можете публиковать анонимные посты других людей, которые вам предлагают эту информацию. А отвечать перед судом, в том числе и за раскрытие их псевдонимов и их ответственность за публикацию лживой информации будете вы. Если вы захотите за них отсидеть, это ваше личное дело. Пожалуйста, сидите, сколько влезет. Если вы хотите, чтобы они понесли ответственность за то, что вас дезинформировали, это уже следующая история. Но не может быть издание New York Times, условно говоря, про то, про асс, про которое вы ни черта не знаете. Потому что это не издание New York Times, это вы просто предоставляете свободу слова, Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Вот Федеральная служба Российской Федерации создает телеграм-канал под названием «Истинная правда» в рамках свободы слова в телеграме. И там публикуют различную дезинформацию анонимно. И вы не можете никого призвать к ответственности. Потому что это ничто и звать это никак. Поэтому я считаю, что подобный телеграм-канал или подобный профиль в Твиттере должен быть ликвидирован. Вот что должно произойти. если администрация социальной сети не знает его владельцев. И если эти владельцы скрываются за масками. Это не то, о чем мы говорим. Это совершенно разные вещи. Именно поэтому, кстати, и телеграм, и твиттер стали площадками для самого разного рода манипуляций вне политического свойства. Мы же прекрасно это знаем. Когда речь идет о дурове, мы же вообще не о политике говорим, а о наркоторговле говорим. О публикации каких-либо материалов, связанных с нарушением законодательства безопасности детей. Твиттер после маска покупки и маска превратился в арену для порно сайтов анонимных. Это прежде всего на сегодняшний день порнографическая платформа. Она в этом деньги зарабатывает. А уж потом все эти там профили Байдена, Камала Харриса и Дональда Трампа. Это не то, за счет чего живет сеть X. Ну, так давайте разберется, разбираться опять-таки. Если социальная сеть не нарушает, скажем так, законодательства Соединенных Штатов, связанных со состоянием порнографической или эротической информации, это одна история. Если он нарушает, другая история. Но опять-таки, когда мы знаем, что первое, что сделал Илон Маск, он ликвидировал галочки верификации у людей, которые представляли общественный интерес за то, что они не заплатили за эти галочки и предоставляет эти галочки за деньги анонимным людям, которые никто и которые пользуются привилегиями социальной сети просто за деньги, которые могут любую чушь в этой социальной сети распространять, то это антиполитик. Потому что в чем смысл был в верификации, что если твоя деятельность имеет общественную значимость, ты можешь пройти процедуру верификации в каждой социальной сети, чтобы люди знали, что это именно ты, а не по твоим именем что-то распространяет. Маск это уничтожил специально, потому что задача таких, как Маск, и задача таких, как Дуров, по разным причинам, сеять хаос в мире, Дуров может содействовать российским спецслужбам, потому что понятно, что без них никогда вся эта система социальных сетей не возникла бы. Маск может содействовать таким людям, как Дональд Трамп. Эти люди могут существовать только, когда они генерируют хаос. Как только хаос заканчивается, это все становится неинтересным. Никому не будет нужен кастрированный телеграмм, понимаете? Вот телеграмм без анонимных каналов, телеграмм живых людей, никому не будет интересен. Никому не будет нужен твиттер, в котором не будет анонимной лживой информации. И никакой твиттер не сможет зарабатывать без порнографии. То есть, если это будет подчиняться регуляторным нормам, владельцам это неинтересно. Их финансовый и политический интерес, кстати, говорят, что у телеграмма нет никакого финансового интереса, это глубоко убыточное заведение, он сразу окончится. Вот в чем фокус-то. Поэтому, когда мы говорим о регулировании, мы должны понимать, что владельцы подобных площадок не заинтересованы в регулировании. Потому что большая часть аудитории этих людей не заинтересована в регулировании. Она заинтересована именно в том, чем она занимается и в том, чтобы находить в социальных сетях лживую информацию, соответствующую ее картине мира. А если этой информации там не будет, потому что за эту информацию будет отвечать, то и людей этих в телеграмме не будет. И в твиттере. На самом деле здесь произошло какое-то смещение акцентов. Вы начали свой развернутый ответ на мой посыл с того, что вы сказали, что ничего нового не произошло. Все это было и начиная с античности, с Древней Греции, с Древнего Рима. Да, и всегда заканчивалось регулированием, о котором я вам говорил. Потому что то, что мы с вами обсуждаем, в том числе и закон о свободе слова, в России это все регулирование. Совершенно верно. А потом в конце вы сказали о том, что ну что же вы, так сказать, говорите о каких-то архаических вещах, когда существовали средства массовой информации. Я говорил о подводном. Да, я понимаю. Так вот, мне кажется, что вот эта очередная медийная коммуникационная революция, это я считаю все-таки революция. Так же, как возникновение письменности, возникновение эпохи Гутенберга, телевидения, это очередная очевидная коммуникационная революция. Она требует адекватного ответа. И мне представляется, что вот этого адекватного ответа нет. Потому что когда возникло телевидение, то возник этот адекватный ответ. Это регулирование частот, это возникновение общественного телерадиовещания. Это адекватный был ответ. И действительно, это серьезное регулирование, которое возникло в этой сфере. другое регулирование. Законы о телевидении, законы об общественном телевидении в более чем 60 странах возникли, кроме, кстати говоря, России. Вот. Я просто знаю, с какой ненавистью, как я превратился тут же в изгоя для всех, когда несколько раз выходил на трибуну Государственной Думы, требуя принять закон о телевидении и отдельно закон об общественном телевидении. Так что здесь все достаточно понятно. Но вот сейчас, как мне кажется, у человечества нет адекватного ответа на регулирование. Вы правильно говорите о том, что кончается регулирование? Но сейчас нет этого регулирования. В Украине есть закон о регулировании, кстати, социальных сетей, который как раз предполагает такого рода действия. Он находится на рассмотрении в комитетах Верховной Рады, так что, возможно, мы его в скорости примем. Ну, а как вы считаете, будет ли все-таки 12 миллионов граждан Украины являются участниками телеграмма? Как вы считаете? Национальной безопасности очень важно помочь этим 12 миллионам не оказываться в мире дезинформации. У нас не меньше было пользователей социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники. После решения их блокировки на территории Украины люди перешли к другим социальным сетям, и эти социальные сети, менеджируемые Лубян, лишились возможности информационного влияния на украинцев. Опять-таки, я же не призываю к закрытию телеграмм. Я еще раз повторяю. Я считаю, что телеграмм может существовать в рамках регулирования и верифицирования его деятельности. И что это вопрос достаточно серьезный, как вот вопрос с маском в Бразилии, да? Ему предлагают верифицировать информацию. Он не хочет, значит, он будет терять деньги. Рано или поздно эти люди захотят работать по правилам. Я считаю, что это единственный для них выход вообще уцелет. Никто им не даст возможности уничтожать тому свободу слова с помощью своих безответственных манипуляций. Даже таким людям, как нас. Виталий, спасибо вам большое. И как обычно в наших разговорах я просил бы завершить нашу беседу ответами на те многочисленные на сегодня вопросы, которые я не задал. Были многочисленные вопросы, которые вы не задали. Мне кажется, что мы все главное обсудили. Ну, тем не менее, ваше завершающее слово. Ну, трудно говорить какие-то завершающие слова, когда вот действительно такой тяжелый день для Украины. Но мне кажется, что этот очередной тяжелый день еще раз доказал, что нужно думать не о том, как договариваться с Путиным, а о том, как отвечать Путину. И это вопрос к нашим Западным Союзам. Чем раньше они разрешат Украине уничтожать российский военный арсенал за пределами украинской территории, на территории Российской Федерации, тем лучше для них самих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова